Сегодня ты узнаешь, что связывает Adobe и Brookhaven, почему земля трясется на горячем источнике, и как Pet Shop сможет рассказать нам, что будет в новом морском обновлении. Досмотри видео до конца. Ребята, в Adobe происходит что-то очень странное. И вы, мои любимые подписчики, всегда пишите в комментариях какие-то теории. И я выбрал несколько очень интересных теорий, которые мы прямо сейчас с вами и будем разбирать. Если ты также хочешь попасть в видео, то обязательно пиши свои теории по поводу новых обновлений, новых секретов в Adobe, обязательно в комментарии. Ну а мы начинаем с первой теории, которая довольно-таки необычная. Одна из моих подписчиц написала мне о том, что когда она приходит в горячий источник, ее земля трясется, трясется земля в Adobe. И я сначала не поверил и решил это все проверить вместе с вами. Поэтому прямо сейчас мы отправляемся с вами в горячий источник, чтобы убедиться лично, действительно это так, либо Adobe что-то от нас скрывает. Давайте пойдем и посмотрим. Мы сейчас находимся совершенно недалеко от горячего источника. Она не написала, где у нее тряслась земля и что вообще это означает. Поэтому мы попробуем с вами обойти весь горячий источник и узнать, почему трясется земля. И если земля трясется, то вы сами можете понимать прекрасно, к чему это. Это к затоплению Adobe. Потому что когда трясется земля, появляется цунами. И когда появляется цунами, все нафиг затопит. Ну давайте попробуем здесь все осмотреть. Но я пока что, ребята, ничего не замечаю. Ничего бы не трясется. Если мы с вами прыгнем в воду, то в принципе тоже никакого землетрясения я здесь не вижу. Странно. Может быть нам нужно обойти, либо как-то зайти поглубже. Я очень, конечно, пытаюсь понять суть этого всего. Но, ребята, подсмотрите, что это за трещина. Эта трещина разве была здесь? Ребята, посмотрите. Я не помню, чтобы здесь была какая-то трещина. И здесь, ребята, что происходит? Ребята, посмотрите. Это какая-то беда. Конкретная причем беда. Ё-моё. Посмотрите. Здесь, походу, трещина. Походу, реально трясла земля. Правда, сейчас она не трясется. Но... Ребята, что это такое? Ещё одна трещина. Посмотрите. И довольно-таки большая. Действительно, получается, трясётся земля возле этого горячего источника. Получается, ну, у меня почему-то сейчас не трясётся. Потому что, скорее всего, я пришёл не в то время. Она, походу, не всегда трясётся. Но вы видели эти трещины? Что это может означать? Действительно ли нас ждёт какой-то потоп, ребята? И здесь тоже есть эта трещина. Обратите внимание, насколько, блин, она огромная. Блин, это очень огромные трещины. И мне почему-то кажется, что действительно этот горячий источник просто пойдёт ко дну. Он отколется и уйдёт на дно. И мы больше его не увидим. Но также здесь присутствует такая интересная загадка. Если мы с вами берём пэта и потом его бросаем, то с пэтом происходит что-то невероятное. Посмотрите, что происходит с пэтом. Он буквально багается. Напишите в комментариях, действительно ли какие-то проблемы с этим горячим источником. Возможно, этот горячий источник реально будет причиной затопления. Потому что, посмотрите, у нас трещины. Трясётся земля, по словам моих подписчиков. И какая-то неведомая фигня происходит с питомцем. Следующая теория связана с домом на дереве. Как вы знаете, его в данный момент нет в Адопме. Но я когда читал комментарии, к слову, я все комментарии читаю под видео, я наткнулся на комментарий одного подписчика. И он сказал, что до него дошло. Возможно, Адопме как-то связан с игрой Broke Heaven. И есть предположение то, что этот дом на дереве теперь в Broke Heaven. Поэтому прямо сейчас я предлагаю вам туда отправиться и найти этот дом на дереве, если он реально там существует. Я предлагаю сесть, ребята, на вот такой вот наш патруль и пытаться найти это здание. Я, если честно, предположений даже не имею, где оно может находиться. Ребята, если вдруг вы знаете, напишите об этом в комментариях, где может находиться этот дом. Но, к сожалению, я пока что его не сильно тут и замечаю. Возможно, он должен быть где-то на дереве. Поэтому мы прямо сейчас с вами объедем полностью этот город и будем осматривать каждое деревце. Я по-прежнему ничего не вижу. Стоп, у нас есть какое-то там дерево. Давайте посмотрим. Какие-то очень большие деревья. Может быть, там и находится как раз-таки вот этот вот дом на дереве. Но я не вижу пока что здесь абсолютно ничего. Может быть, он находится где-то на самом верху. К сожалению, подписчик не сказал, где оно может находиться, это здание. Но я думаю, что, в принципе, мы сможем его с вами найти, если оно действительно здесь будет. Но здесь тоже ничего у нас нет. Напишите в комментариях, ребята, действительно ли вы считаете то, что дом на дереве есть в Брукхевен. И если и есть, то где? Ребята, следующая теория, которую мне написали в комментариях, относится к этим числам в углу. Ребята, я не знаю, но они растут с каждым днем. Давайте обратим сейчас внимание, что сейчас у нас цифра 456. Это на самом деле очень настораживает. Потому что многие писали в комментариях, когда цифра дойдет до 500, тогда у нас и затопят этот Adobe. Вы помните, две недели назад было 442, сейчас у нас 456, ребята. И что это такое, абсолютно непонятно. Ребята, напишите в комментариях, какое число прямо сейчас у вас и что будет, если у нас дойдет до 500. Я не знаю, как эти цифры связаны с обновлением, что они означают. Возможно, это количество литров воды в Adobe, возможно, это количество новых вещей в Adobe. Я не знаю, и сказать по этому поводу я ничего не могу. Но мне почему-то кажется, что да, что-то произойдет, когда это число у нас поднимется до какой-то определенной метки. Но мы с вами не знаем, что это за метка. Будет это либо 500, будет либо это 700, либо 1000, непонятно. Но мне кажется, что что-то должно произойти. Мы все вместе будем наблюдать за этими числами. Пишите в комментариях, какое у вас число, отличаются ли у нас цифры, либо это все одинаковое для всех. Вот это загадка века. Следующая теория, которую написал один подписчик, связана с пэтшопом. Вы знаете, что в этом пэтшопе у нас был ивент морской, и он с ним был связан. И мне сказали, что нужно пролезть за пределы вот этих вот ворот. И там есть еще одни ворота, как вы видите. И там находится ответ на наш вопрос, что же будет в морском обновлении. Поэтому прямо сейчас мы с вами попробуем туда забраться. Ой-ой-ой, мы застряли с вами конкретно. Ребята, смотрите, мы выбрались, мы выбрались. И вот в этой комнате находится как раз-таки вот этот ответ на наши вопросы, ребята. Как туда пробраться, понятия не имею. Мы сейчас будем с вами пытаться это сделать. Опачки, так, аккуратно. Смотрите, что-то у нас получается, но, блин, к сожалению, нет. Все, ребята, я попал сюда, наконец-то. И самое интересное у нас находится за вот этой вот штукой. Как туда добраться, понятия не имею. Но мы с вами сейчас будем пытаться это сделать. Очень глубоко. Я не знаю, как мы с вами сможем туда залезть. Но мне пишут, что туда реально можно пробраться и попасть в секретную локацию. Ребят, напишите в комментариях, попадали ли вы туда и как это можно сделать.